Когда говорят, что в гостях так же хорошо, как дома и даже лучше, значит речь идет о детском лагере «Ровесник». Впервые за два года он вновь гостеприимно распахнул свои двери для славянских ребят. На торжественном открытии новой смены побывали наши корреспонденты. О первых впечатлениях и эмоциях отдыхающих ребят смотрите в первом материале выпуска. Славянский район – один из немногих, на территории которого сохранен и работает муниципальный детский лагерь для летнего отдыха «Ровесник». 13 июня здесь стартовала первая смена. Проходит она под названием «Энергия будущего». Смена молодежная, ее участники – 90 ребят в возрасте от 14 до 16 лет. Среди ребят были те, кто неоднократно уже отдыхал в «Ровеснике». Впечатления от пребывания здесь у них настолько хорошие, что они с радостью вновь вернулись сюда. Я здесь была два года назад, и я хочу сказать, что многое изменилось, причем изменилось в лучшую сторону. Здесь возобновились все моменты, все воспоминания, все как бы наросло. Захотелось, конечно, жалко, что и последний год ездим. Но если была бы возможность, я бы приехала сюда еще, потому что лагерь этот я люблю, и он мне уже как родной. Впечатлений очень много, много изменений. Люблю из-за того, что тут можно легко отдохнуть, можно познакомиться с новыми друзьями. Отдыхать в лагере, набираться здоровья и положительных эмоций юные славянцы будут две недели. Здесь ребята проведут экологическую акцию по очистке Азовского побережья рядом с лагерем, наведению санитарного порядка в прибрежной зеленой зоне. Проявят свои творческие способности в создании благоустроенных зеленых уголков на территории ровесника. Конечно же, для них предусмотрена и насыщенная программа отдыха – дискотеки и конкурсы, купание в море, спортивные соревнования. При подготовке лагеря к приезду ребят здесь сделали ремонт, привели в порядок территорию, пострадавшую после подтопления в прошлом году, создали уютную атмосферу. Сегодня в ровеснике есть все условия для отличного отдыха. «Состоялся заезд первый, традиционный. И мы первый еще потому, что лагерь был на капитальном ремонте, два года он не функционировал. И я лично удивлена была, какой ремонт здесь проведен был, как подготовился лагерь к приему детей. И первая смена, первый заезд у нас – это лагерь труда и отдыха». 14 июня в ровеснике побывал глава Славинского района Роман Синеговский. Он пообщался с молодежью, оценил, как удобно устроились ребята в недавно отремонтированных корпусах, проверил работу пищеблока и медицинского кабинета. С удовольствием принял участие в праздничном мероприятии в честь открытия смены. «Два года лагерь не эксплуатировался, потому что здесь были определенные разрушения. Благодаря поддержке нашего губернатора, благодаря энтузиазму и желанию детей отдыхать в нашем лагере, было вложено порядка 7 миллионов рублей, я считаю, и пробуриванием скважин, и со строительством беседок, и ремонтом корпусов. И вот все-таки состоялось, мы сегодня открываем эту первую смену. Поэтому я хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в ремонте, ну а нашим детям, конечно же, оздоровление». Первый день отдыха ребята провели весело и интересно. Все свои способности и таланты они продемонстрировали, подготовив большой творческий концерт, закончившийся дискотекой. В течение летних каникул в Ровеснике будут проведены еще три тематические смены. Спортивная, патриотическая и экологическая. В целом в лагере отдохнут и оздоровятся 400 славянских ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».